Выход Катара из ОПЕК заметно не повлияет на стоимость нефти. Такое мнение высказывают большинство аналитиков. Страна покидает картель 1 января. Как объясняют это решение власти, Катара расскажет Мария Кудрявцева. Выбор в пользу сжиженного газа. Катар объявила о выходе из ОПЕК с 2019 года. Основная причина – фокусировка на главном направлении, то есть на СПГ. Министр по делам энергетики Саад Беншида Аль-Каби поспешил заявить, решение не связано с разногласиями с другими странами, членами картеля. Это технический и стратегический шаг. Сейчас доля Катара в общей добыче нефти странами ОПЕК невелика. В 2017 году это менее 2% или примерно 600 тысяч баррелей в сутки. Для сравнения у Саудовской Аравии 30%, у Ирака 13%, но от ДОХа лишь на 11 месте. И при этом в планах Катара повысить производство СПГ. Чтобы укрепить позиции Катара как крупнейшего производителя газа, а также с учетом текущего уровня добычи нефти, мы приняли решение прекратить членство в ОПЕК с января 2019 года. Об этом мы уведомили секретариат организации. Это не политическое решение, и оно согласовано со всеми членами ОПЕК. Решение сосредоточить усилия на газе по планам должно увеличить производство СПГ в Катаре с 77 до 110 миллионов тонн уже в ближайшие годы. Причем стратегию роста выбирают и другие крупные поставщики. Австралия собирается увеличить годовой экспорт до 74 миллионов тонн к середине 2019 года, ну а США до 78 миллионов к 2020 году. И для этих объемов есть рынок сбыта. Большая часть новых проектов обычно ориентируется на азиатско-тихоокеанский регион. К примеру, тот же Катар поставлял туда в 2016 году 65% СПГ. Катар очень долго стал в режиме заморозки новых инвестиционных проектов. То есть он не строил новые заводы, а опасаясь, что рост предлагаемый на мировом рынке газа приведет к обрушению цен. Сейчас Катар производит около 80-85 миллионов тонн в год, то его цель 100-110 миллионов тонн в год. Основным конкурентом для него является Австралия. Ну, большие планы, конечно, есть у Соединенных Штатов, но очень малая вероятность, что они будут все исполнены. Решение Катара о выходе из ОПЕК принято в преддверии ключевой встречи картеля, а также участников сделки ОПЕК-плюс на этой неделе в Вене. И после саммита группы 20, где президент Владимир Путин и наследный принц Мухаммед Бен Сальман договорились продлить соглашение о сокращении добычи. Как говорят эксперты, это сигнал о снижении роли старого картеля на мировой арене. Роль ОПЕК как регулятора рынка сейчас как никогда низка. Последние события, события с 2014 по 2016 годы показали, что ОПЕК не способна в текущем формате, в текущей конфигурации эффективно воздействовать на рынок. Опять же, мы не знаем, уйдет ли Катар из формата ОПЕК-плюс. Вот в чем главная интрига, на мой взгляд. Но тот же выход из ОПЕК еще не означает, что страна перестает добывать нефть. Поэтому эксперты не ждут серьезного изменения цены барреля. Некоторые эксперты предполагают, что поступок Катара может затруднить принятие решения об объемах добычи на встрече в Вене. Но они же прогнозируют, вероятнее всего, страны договорятся о сокращении. Ранее снизить добычу на миллион баррелей уже предлагала Саудовская Аравия. Ну а 1 декабря Блумберг сообщил, что секретариат картеля рекомендовал странам-членам организации сократить суточную добычу на миллионы 300 тысяч баррелей. Не думаю, что выход Катара из ОПЕК окажет ощутимое влияние на стоимость нефти. Накануне встречи ОПЕК все пристально следят за заявлениями России и Саудовской Аравии, особенно после договоренности о сокращении добычи. Их сотрудничество и планы по добыче в 2019-м, думаю, именно это сейчас самый существенный фактор, определяющий уровень цен на нефть. Что касается Катара, без необходимости соблюдать нормы ОПЕК, он сможет получать выгоду от продажи сырья при условии роста цен. Тем временем на товарных рынках нефть марки «Бренд» прибавляет в цене примерно 4% и торгуется выше 61 доллара за баррель. Ну а в самом Катаре, подчеркивают, выход страны из ОПЕК почти не скажется на картеле. Что касается цен, как ожидает министр Аль-Кааби, вполне вероятен диапазон от 70 до 80 долларов за баррель.